Я приветствую вас в учебном центре специалист при МГТУ имени Баумана. На нашем вебинаре, семинаре, который посвящен теме изменений в трудовом законодательстве, как тех изменений, которые уже произошли, наша задача разобраться, что это за изменения, как к ним подготовиться и как построить работу по новым правилам. Также обсудим с вами изменения, которые должны произойти. Прежде всего, хотелось бы вас еще раз поприветствовать в нашем центре, сказать, что у нас более тысячи курсов и 250 преподавателей. И представиться я бы хотела, меня зовут Чеботарева Светлана Владимировна, я являюсь преподавателем нашего учебного центра. Также хотелось бы сказать, что у нас представлен достаточно широкий перечень курсов по кадровой работе. Именно кадровая работа у нас есть пять уровней. Пять уровней. И я с удовольствием приглашаю вас на наши курсы. Важные изменения коснулись пенсионной реформы, которая стартовала у нас 1 января 2019 года. В связи с этой реформой также связаны и другие изменения. Например, это уголовная ответственность работы дателей за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Это задача разобраться, кого мы будем относить к лицам предпенсионного возраста. Также есть дополнительные новые гарантии отдельным категориям работников. Что изменилось в оплате труда, в предоставлении отпуска. Обсудим с вами данные законопроекта. Здесь у нас представлен план семинара. То есть начнем мы с изменений по оплате труда. Кому полагаются теперь у нас дополнительные выходные дни. Это для диспансеризации нового введения. Также кому теперь работодатели обязаны предоставлять отпуск вне графика. Также изменения в трудовом законодательстве в связи с пенсионной реформой. Новая редакция главы 48. Это касательно работодателей, физических лиц. Еще важные изменения произошли в миграционном законодательстве. Сейчас иностранными гражданами стала работа сложнее. Также обсудим с вами переход на электронные трудовые книжки. Но и также другие планированные изменения, которые могут быть. Но их достаточно обширный перечень. Что касается изменений по оплате труда. Прежде всего хотелось бы отметить повышение МРОД. С 2019 года согласно федеральному закону 481. Новый МРОД у нас с 1 января составил 11.280. Напомню, что существуют также и установлены минимальные размеры оплаты труда применительно к субъекту. Так называемый региональный МРОД. Напомню, что согласно трехстороннему соглашению московскому, региональный МРОД для Москвы составляет 18 781 рубль. Работодатели должны создать этот региональный МРОД, потому что в отдельных случаях он может быть приравнен к федеральному, в отдельных случаях может быть больше, но никак не меньше. Единственное, работодатели, конечно, могут отказаться, присоединиться к трехстороннему соглашению. Но в этом случае они должны направить мотивированный отказ, почему они не присоединяются к этому трехстороннему соглашению. Просто отказаться нельзя. То есть какие-то должны быть веские причины, должен быть мотивированный отказ от присоединения к данному соглашению. Например, это какие-нибудь сложности, и сложности, связанные с финансовым положением организации. У работодателя есть месяц, чтобы направить мотивированный отказ в соответствующий орган по труду и отказаться присоединиться к данному соглашению. Если работодатель этого не делает, то на него этот МРОД тоже автоматически распространяется. Это согласно статье. Это трудовой кодекс, статья 133.1. Это называется установление минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации. Именно так звучит название данной статьи. Заметим, что иногда работодатель не обязан придерживаться МРОД. Ну, например, если речь идет о работе на условиях неполного рабочего дня. Статья 91. Также если речь идет о совместительстве. Там оплата труда производится пропорционально отработанному времени. Во всех остальных случаях администрация работодателя не может платить заработную плату меньше. Если это происходит, то это грозит работодателю достаточно высокими штрафами. Согласно части 6 и 7, это у нас статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф, это, соответственно, для организации от 30 до 50. На должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Если речь идет о повторном правонарушении, согласно данной статье, то в этом случае штраф увеличивается на должностных лиц от 20 до 30 или дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3. А на юридических лиц в этом случае за повторное нарушение штраф уже составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. То есть штрафы достаточно высокие. В этом случае есть смысл пересмотреть локальные административные акты, посвященные оплате труда. Если, допустим, у нас уровень заработной платы меньше, то, конечно, есть смысл привести в соответствие с новым МРОД. Что касается еще изменений по оплате труда, конечно, эти изменения затрагивают пособия, которые рассчитываются из минимального размера оплаты труда. Ну, например, у нас изменилось минимальное пособие по беременности и родам, например. Мы его уже считаем минимальным. То есть меньше, соответственно, быть не может. Это при расчете на 140 дней декрета пособие минимальное. Если у сотрудника не было заработка, тогда берем из расчета минимума. Это 51,918. Ну и далее минимальный размер пособия по уходу с ребенком составит 40% от МРОД. Это 4,512. Также изменился расчетный период для расчета пособий. Больничные листы. То есть ранее, если мы считали больничные листы в 2018 году, а расчетный период мы брали какой? Мы брали расчетный период 2016 и 2017 год. Сейчас, в 2019 году, мы уже будем считать пособие, будем брать расчетный период 2017 год и 2018. Максимальный заработок, это, так сказать, максимально высокая планка, составит следующий. Это 2017 год 755 тысяч рублей, а 2018 – 815. То есть мы можем рассчитать с вами максимальный заработок по больничному листу. То есть сложить эти две суммы и разделить на 730. В этом случае мы узнаем за один день и умножим на количество дней по больничному листу. Таким образом, изменилось как минимальное пособие, так изменилось и максимальное пособие. Новые суммы теперь могут удерживать работодатели у сотрудников. То есть исполнительный документ теперь можно предъявить напрямую работодателю и взыскать сумму напрямую у должника до 100 тысяч рублей. Напомню, что ранее эта сумма составляла только 25 тысяч рублей. То есть взыскатель может напрямую обратиться к организации работодателю, где должник работает, и взыскать с него данную сумму по данному исполнительному листу до 100 тысяч. Здесь единственным основанием является у нас федеральный закон от 27.12.18. Называется он «О внесении изменений». В статье 9 федерального закона об исполнительном производстве. Единственное, что хотелось бы здесь напомнить, что размер удержания все-таки ограничен. Размер удержания ограничен 138 статьей Трудового кодекса. По общему правилу это не более 20% от дохода сотрудника. В отдельных случаях это может быть 50 и 70. Но взыскатель приходит, обращается в организацию работодатель, где сотрудник трудится, который вам денег должен, и пытается взыскать данную сумму по данному исполнительному листу. То есть вот эта сумма выплат по исполнительным листам, она увеличена. Этот федеральный закон у нас недавно вступил в силу в января 2019 года. Еще важное изменение – это работодатели освободили от уголовной ответственности. Напомню, за невыплату заработной платы у нас была предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье Уголовного кодекса 145.1 произошли изменения. Изменения эти, согласно федеральному закону 533 от 27.12.18 года. Произошли изменения. Вступили они в силу 8 января 2019 года. Что теперь работодателей могут освободить от уголовной ответственности, если соблюдаются следующие условия. То есть при каких условиях освобождают? Ну, во-первых, это если при одновременном соблюдении данных условий, если преступление совершено работодателем впервые, то есть дателем по аналогичному преступлению не привлекался, если задолженность работодателей погасел полностью в течение двух месяцев, со дня возбуждения уголовного дела. Погасил он эту задолженность с выплатой всех причитающихся процентов. Напомню, проценты регламентированы 236 статьей Трудового кодекса. Сейчас это 1,5 процентной ставки. И также в действиях работодателя нет иного состава преступления. Ну, например, здесь может быть присутствует еще что? Злой умысел. То есть когда работодатель умышленно, специально не платит денежные средства работникам. То есть если этого нет, если это обусловлено временными трудностями, то работодатели с 8 января 2019 года от уголовной ответственности по данной статье, а именно 145.1 УК РФ, освобождены. Планируется. Что планируется, какие изменения, это опять же в плане оплаты труда. Напомню, что работник имеет право сменить банк, куда работодатель перечисляет денежные средства. Сейчас увеличили срок для уведомления о смене кредитной организации. Он был 5 дней, то есть у работодателя было 5 дней, чтобы отреагировать на заявление работника. Работник пишет заявление, указывает на какие реквизиты платить ему заработную плату, и работодатель обязан пойти навстречу, у него есть 5 дней. Вот этот срок увеличили с 5 дней до 15 дней. Также, что еще не увеличили, это проект закона, то есть это проект федерального закона, который сейчас есть. Пока его еще не утвердили, его только рассматривают. И у нас появится новая редакция статьи 136.1. Также, что еще планируется? Планируется, так как от уголовной ответственности освободили, планируется увеличить размер компенсации за задержку зарплаты. Но хотят сделать больше, чтобы работодатели больше платили компенсацию. Если сейчас это 1,150, то планируется сделать 1,00 размера от ставки Центрального банка за каждый день в просовочке, но в зависимости от той суммы, которую работодатель задолжил. Также законодатели обращают внимание на то, что принуждать работников по так называемым зарплатным проектам противозаконно. То есть согласно 136 статье, это на сегодняшний момент существующая редакция, работник сам выбирает банк, куда ему работу дать и должен перечислять зарплату. Просто вот этот срок немножко изменили, его увеличили. Но право за работником, как было, так и осталось. Сейчас законопроект висит на сайте, можно с ним ознакомиться. То есть на сайте регулятора он еще не утвержден. А также за задержку зарплаты компании будут сразу штрафовать. Если сейчас иногда работодатель мог ограничиться, ограничиться предупреждением, то было принято решение, сейчас есть такой законопроект, но он пока на рассмотрении. Госдума данный законопроект еще не утвердила. В этом случае штраф составит сразу. Ни о каких предупреждениях речи быть не может. Но это опять же в связи с освобождением от уголовной ответственности, чтобы работодатели не злоупотребляли своим правом. То есть планируется увеличить размер удержаний. Прежде всего, да, что за задержку можно будет платить больше средств. И также планируют ужесточить наказание за невыплату. То есть штрафовать сразу, минуя какие-либо предупреждения. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос у нас посвящен дополнительным дням, дополнительные выходные дни для диспансеризации. У нас есть теперь федеральный закон 353. Был принят еще 3 октября 2018 года о внесении изменений в Трудовой кодекс. И появилась у нас новая статья 185.1, которая вступила в силу с 1 января 2019 года. Теперь, согласно новой статье, работники имеют право на выходной день для прохождения диспансеризации. Напомню, что диспансеризация у нас регламентирована федеральным законом об основах охраны здоровья граждан. Понятие диспансеризации приводится в данном федеральном законе статья 46. И в статье 46 указанного закона диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический осмотр, про дополнительные мероприятия для оценки состояния здоровья граждан. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Статья 46. Порядок и сроки прохождения диспансеризации тоже регламентируются соответствующими документами Минздрава. По общему правилу это один раз в три года. В этом случае сейчас у нас 185 статья 1. Она тоже предоставляет работникам дополнительный день для прохождения ими диспансеризации. Также по общему правилу это один раз в три года. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, который предусмотрен данной статьей, они, во-первых, имеют право на освобождение в этот день от работы, один раз в три года, с сохранением за ними должности, места работы и среднего заработка. Вот лица предпенсионного возраста работники имеют право на выходной день, освобождение от работы, это гарантия для предпенсионеров, это два рабочих дня один раз в год. Абсолютно для всех работников и абсолютно для всех. А для пенсионеров два дня. Предпенсионного возраста, не пенсионеров, а и пенсионеры тоже, это и предпенсионеры. А вот я сейчас все расскажу. Подождите, я сейчас все расскажу. Я сейчас все расскажу, потому что статья новая, действительно никто не знает, как с этим документом работать. То есть мы сейчас определили, что все работники имеют право на один рабочий день раз в три года. Это оплачиваемый день, как вы понимаете, то есть освобождаются они от работы. А предпенсионеры имеют право на два рабочих дня один раз в год. Кто такие предпенсионеры? Там тоже дается в статье данное понятие, статья 185.1. Работники предпенсионного возраста это работники, которые не достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления данного возраста. То есть за пять лет до пенсии. Ну, здесь понятие предпенсионера определить достаточно сложно, как вы понимаете, потому что есть категория, которая имеет право на досрочную пенсию. Соответственно, вот этот предпенсионный возраст, он может быть различным у всех. Поэтому существует часть 12 статьи 10 федерального закона 350. Работник вправе обратиться в пенсионный фонд по месту жительства. Или по месту работы и получить документ, который подтверждает отнесение данного работника к категории предпенсионера, предпенсионного возраста. То есть обратиться можно даже через МФЦ, потому что я вот смотрела буквально на днях и обратила внимание, что пенсионный фонд подтвердил выдачу данных документов. То есть в электронном виде через сайт госуслуги можно обратиться, через МФЦ можно обратиться напрямую, можно даже через сайт ПФР обратиться. В этом случае вы получаете электронный документ с отнесением или не отнесением вас к предпенсионерам. То есть относятся, если вы или не относитесь. Например, это за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Да, а вообще по умолчанию человек может находить или подтверждать? А может. А как кадровый работник можно подчеркнуть? А вдруг он имеет право на досрочную льготную пенсию? Вдруг это многодетная мать? А, конечно. То есть это опять же... А мне кажется, нам, как кадровым работникам, даже нужно советовать работникам вот предпенсионного возраста обращаться в соответствующий орган, в ПФР, и предоставлять нам такую справочку, что они относятся. Потому что в этом случае у них получается, что есть право на дополнительные дни для диспансеризации, согласитесь? Потому что на каком основании мы будем предоставлять предпенсионеру эти два дня или не предоставлять? Потому что может человек прийти, а мы решим, ну, подождите, вам еще до пенсии далеко, а на самом деле человек имеет право на льготную пенсию. Для этого он должен это подтвердить, но непосредственно в пенсионном возрасте и предоставить нам соответствующий документ. А вот сейчас я до этого дойду. Всегда возникает вопрос, каким образом это использовать? Потому что всегда понять, на каком основании предоставлять эти дни, как правильно с точки зрения кадровой процедуры это сделать. Что сказано в статье 185? Работник должен подать работодателю письменное заявление и согласовать с работодателем дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Должен, да? Следовательно, форма заявления должна быть. То есть работник нам пишет заявление. Что еще? Пишет нам заявление. Хорошо, а дальше-то как быть? В этом случае, наверное, должен быть приказ. Да, должен быть приказ. Справку, да. Абсолютно точно. То есть в принципе по аналогии мы можем использовать. Что касается табеля, ну если мы посмотрим в табель учет рабочего времени и найдем подходящий код, можем его использовать. Ну, например, ОВ, да? Оплачиваемый выходной. Либо для этого случая мы можем утвердить какую-нибудь свою кодировку. имеем же право утвердить свой код специально под эту цель. Потому что это же не единичный случай. Работники наверняка будут к нам обращаться с аналогичной просьбой. Поэтому можно утвердить какой-то свой код. На самом деле, что лучше сделать? Разработать локальный нормативный акт. Где определить порядок. Порядок предоставления работнику данных гарантий для прохождения диспансеризации. Здесь мы можем предусмотреть и форму заявления, порядок и сроки. Ну, например, работник может нам написать заявление, я хочу завтра проходить диспансеризацию. А мы, например, скажем, что завтра это вообще проблематично. Сроки, допустим, подача заявления за три дня. То предполагаем, это диспансеризация. Да, абсолютно, конечно. Для своего удобства. Для своего удобства мы должны понять, как мы это будем делать. То есть предусмотреть сроки. Кому он должен подать заявление? Непосредственному руководителю согласовать с непосредственным руководителем, что он не возражает отпустить данного работника. Потом работник с подписью непосредственного руководителя должен это заявление предоставить в кадровую службу. А здесь же всегда тоже может возникнуть вопрос, должен ли работник как-то подтвердить факт прохождения диспансеризации. Напрямую данный закон и статья не обязывает работодателя требовать данный документ, подтверждающий, что работник действительно был в поликлинике. Напрямую не заставляет нас. Закон это делает. Но с другой стороны, мы в этом локальном акте можем с вами прописать, что работник нам должен предоставить справку о том, что он действительно был, потому что факт подтверждения крайне важен, если речь идет об оплачиваемом выходном. Смотрите, здесь подойдет все, что угодно. Талоны к врачам. То есть, например, если это диспансеризация, работник может подъявить талоны к врачам. Это может быть форма записи. То есть в локальном акте мы все это можем предусмотреть. Мы можем работников ознакомить с этим локальным нормативным актом, они все будут знать, как это использовать. А, персональных данных? Да. А смотрите, а как будут бухгалтерии оплачивать эти деньги? Больничные листы же мы предоставляем. Нам их оплачивают. Вот, я не думаю, что... Трудовой кодекс не обязывает работать. Ну, у нас много случаев, когда Трудовой кодекс на что-то не обязывает делать. Это надо служить права. Вот, но на самом деле, то есть какая-то гарантия, что работники не злоупотребляют своим правом, почему бы и нет? То есть это может быть справка с регистратурой, например, да. Ну, не войдет. Что же его права? Проходить специализацию, правильно? А вот этот день у него повисит в карту. Вот что мы с ним будем дальше делать? Вы как мне не использовали в этом случае? Нет, он не повисит из своего нового закона. А вот он может... Ну, смотрите, он скажет, хорошо, я не буду брать эти деньги, не пойду к врачу. И не в тех документах. Просто вот он висит этот день. Ну, что с ним делать? Я просто скажу, что у вас висит. А он не будет у вас висеть? У вас нет. У вас нет. Ну, я что-то не везу. Вот у нас ежегодная очередь. 28 дней. Это работник должен... Да. Мы их не имеем все-таки права задерживать. Значит, он должен отдыхать, да? Сколько это скорость? Вот этот день... А диспансеризация, она не висит. Не висит... Нет. Этот день работник может только нас получить на основании письмного заявления. Отпуск вы обязаны. И отпуск предоставляется не по заявлению, а по графику. Я об этом не страшно. Да, он по графику. А здесь этого нет. Графика никакого. Здесь ничего нет. А добрая воля работника. То есть, если он его нет, то, соответственно, он не переходит на следующий период. Нет. Вот, конечно. Нет, конечно. А можно ли этот день работать на часы? Нет. Потому что попасть к пяти врачам в эти шесть не может. Я думаю, что это вполне реально сделать. С учетом специфики, да, я думаю, что это... Могут, конечно. То есть, я думаю, что вполне можно, потому что сейчас как раз идет обсуждение того, что невозможно за один день пройти всех врачей. А кому-то удалось записаться к этому врачу, а к тому не удалось записаться. Поэтому иногда это может выпадать в несколько дней. Ну, соответственно, почему бы и нет? Я думаю, что здесь какого-либо запрета нет в данном конкретном акте. Можно ли это сделать? Можно ли это сделать? Можно ли это сделать? А вот как раз... Смотрите, вы можете это закрепить в порядок в локальном нормативном акте. Главное, мы обязаны предоставить эти дни. А порядок предоставления, потому что не возникало вопросов, споров, да, в каком случае, что и как, мы можем всю эту процедуру сразу прописать. Поэтому это, опять же, в качестве рекомендации. То есть... То есть... Да, это право работников. Наша задача правильно оформить, чтобы потом у нас не было претензий даже к нашей бухгалтерии по поводу того, что неправильно оплатили. А еще у нас очередность предоставления отпусков для работников с детьми. Еще одно нововведение. Я напомню, что право на отпуск у работников поступает по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Есть, правда, категории, которые имеют право и раньше пойти в отпуск, ну, по общему основанию, да, это 6 месяцев непрерывной работы. Отпуск предоставляется по графику, но у нас есть категории работников, которые могут уходить в отпуск в удобное для них время. Помните, да, коллеги, про таких сотрудников, кто может уходить не по графику, а в любое удобное время. Это 267 статья, сотрудники которой еще не исполнилось 18 лет, несовершеннолетние. Статья 262.1 – это родители или опекуны, или попечители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Это мужья женщин, которые, женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам. 123 статья, то есть обязаны отпустить мужа. А еще это те женщины, которые планируют уходить на отпуск, это не отменяет их право на ежегодный отпуск. Такая сотрудница может воспользоваться правом на ежегодный отпуск, например, до декретного отпуска, либо сразу после. Да, сразу после. Это статья 260. Еще есть совместители, которые вправе уходить в отпуск. У них отпуск должен совпадать с отпуском по основной работе. То есть они нам предоставляют справочку, мы обязаны их отпустить, даже если это не по графику. Также это лица, которые усыновили ребенка в возрасте до 3 месяцев. Супруги военнослужащих. 76-й федеральный закон. То есть если жена приносит справку о том, что муж военнослужащий уходит в такой период в отпуск, мы ее тоже должны отпустить именно в этот период. А еще есть сотрудники, которые награждены знаком почетный донор России. Тоже могут уходить в удобное для них время. Да, Москвы тоже самое. То есть тоже дополнительная льгота. Так вот, теперь существует еще одна льготная категория. А именно это статья 262.2. Она короткая совсем статья. Многодетные родители детей трех и более в возрасте до 12 лет. Если три и более ребенка, то здесь мы тоже обязаны, даже если это не по графику, отпускать сотрудников в удобное для них время. Все дети должны быть до 12 лет. Да. Ну, по крайней мере, так звучит в данной статье. А можно прошлое статью продавать? Соответственно, это у нас федеральный закон 360-й. Вступил в силу он 22-го, 10-го, 18-го. То есть еще октябрьский. Но, по крайней мере, такая категория у нас появилась. Напомню также, что согласно письму Минтруда России, многодетные работники, они, собственно, приобретают право на отпуск также по истечении шести месяцев не ранее. То есть у них нет права раньше уходить в отпуск. То есть как по общему правилу шесть месяцев. Но при этом время отпуска они, согласно новой статье, могут выбирать самостоятельно. То есть если нам написали соответствующее письмо, ой, заявление, то мы обязаны его рассмотреть и отпустить данного работника в отпуск. Именно в ту дату, которую указал этот работник. Итак, очень важные изменения. Они у нас затрагивают... Это у нас пенсионная реформа, которая с 1 января стартовала. Устанавливается пенсионный ремонт для женщин 60 лет, а для мужчин 65. Предусматривается, правда, льготный порядок назначения пенсии, но это при соблюдении ряда условий. Например, это для многодетных женщин. Так, например, женщины, родившие четырех детей, смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех детей в возрасте 57. Но в обеих случаях страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Также обращаю внимание, что можно уйти раньше при страховом стаже продолжительностью не менее 42 и 37 лет, соответственно, мужчины и женщины. Но не ранее 60, соответственно, лет для мужчин и 55 для женщин, что тоже важно. Планируется переходный период, то есть поэтапный, до 28 года планируется этот переходный период, а также постепенно планируется увеличение возраста выхода на пенсию. В этом случае, например, возьмем женщин с 64 года рождения. Те, кто родился, например, в начале 64 года, уйдут на пенсию, могут уйти на пенсию в конце 2019 года. А кто, например, родился в конце 64 года, может уйти на пенсию в начале 2020 года. То есть поэтапно у нас планируется повышение. То есть каждый год все позже и позже. То есть на один год раз в два года повышается, да, вот этот возраст. Ну и, соответственно, 68 года это уже будет выход 68 года рождения и позднее, да, сроки даты рождения. В этом случае уже планируется, что выходить все будут в 60-е годы женщинам. Соответственно, мужчины, да, еще позже. В связи с этим, в связи с пенсионной реформой вводится также уголовная ответственность. Вводится уголовная ответственность за отказ в найме работников предпенсионного возраста. Мы с вами разобрались более-менее, да, с предпенсионерами. Правда, опять же, непонятно, в каком случае. То есть нет единого понимания, что именно с этого возраста предпенсионер. Потому что если это льготное право, то это может быть и раньше. В зависимости от года, потому что, года рождения, потому что сейчас вот растянули этот период до 28-го года, и то здесь будет сложно определяться. Именно поэтому выдают сейчас документы, подтверждающие отнесение сотрудников к предпенсионерам. Работодатели ждет уголовная ответственность, если они откажутся. Откажутся принять на работу, ну, либо, например, необоснованно уволят сотрудника пенсионного возраста. То есть того сотрудника, которому до выхода на пенсию остается 5 лет. Как считать необоснованный отказ в приеме? Здесь есть смысл, знаете, на что обратить внимание? На постановление Пленума Верховного Суда номер 46. Могу даже процитировать. Необоснованный отказ, постановление вот номер 46. Там как раз конкретизируется понятие по статьям 144.1. В нашем случае это касается лиц предпенсионного возраста. За необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение. Далее. Наступает. В каком случае наступает уголовная ответственность? Дает нам понятие вот этого Пленума. Наступает только в случаях, когда работодатель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным, соответственно, с достижением лицом предпенсионного возраста. Как это будет доказываться в суде? Да, ну вот смотрите, если предпенсионеру, который считает, что его уволили, и это связано с дискриминацией, если ему удастся это в суде доказать, что причины были действительно, и они уносили дискриминационный характер, тогда другое дело. А если не удастся? Нет, да, мы обывали непонятно. Вот приемы. Приемы то же самое. Здесь и приемы. Мы подняли с вами заявление в центре больницы, да? Так. Что нам нужно какой-то такой поработать. Так. Мы там с вами, вот в Мотерс, тоже не особенно можем ограничить, потому что у нас там покупают транспорт, я тоже, правильно? Да, абсолютно, да, 64-я, да. У нас работник, как женщина, пить вилет, да? Угу. У него предпенсионный возраст. Так. Она нам не подходит по каким-то обстоятельствам. Будьте готовы обосновать. Обосновать. В виде вас могут попросить причину от вас? Смотрите, мы руководствуемся... А мы... Да. А как вы говорите, что она не справится? А подождите, я сейчас вам расскажу, как она не справится. Нет. Давайте посмотрим, что преподаватель. Сейчас я скажу. Смотрите, 64-я статья. Деловые и профессиональные качества работника. Следовательно, вы, как работодатель, имеете право оценивать профессиональные и деловые качества работника, не руководствуясь возрастом. Кто вам мешает? Оценивайте. Оценивайте, например, в соответствии с той или иной должностью, по каким критериям вы будете оценивать специалистов. Ну, совершенно очевидно, что бухгалтера мы будем оценивать в соответствии знания налогового законодательства, бухучета. Мы можем проводить тестирование? Да, почему нет? Мы можем давать какие-то задачи, решать нашему бухгалтеру. В этом случае, если она, естественно, все блестяще сделала, и при этом вы ей отказываете, может быть доказано, что отказ был продиктован дискриминационными причинами. А если вы действительно обоснуете, что уровень лишения данных задач ниже требуемого, вот вам, пожалуйста. Здесь рекомендуется что? Во-первых, разработать должностные инструкции с четкими критериями и подготовить оценочные задания для сотрудников, чтобы ни у кого не было желания обвинять вас в дискриминации. То есть готовим оценочные листы. Сейчас действительно это такое есть. И я уверена, что в ближайшем будущем это отразится на судебной практике. Будут судебные риски. Вот, поэтому посмотрим, так сказать, как будут развиваться события. Но мы заранее должны минимизировать риски. Так, достаточно большой штраф, если вдруг это будет установлено, до 200 тысяч. До 200 тысяч, да. А штрафа, который не обосновал, нельзя ненавидеть, что-то случилось? Да, до 18 за период, вот доход за период он может взыскать до 18 месяцев. Если он только претендовал на... Да, он только претендовал на... Он может требовать моральную... Компенсацию морального вреда. Вы почему-то еще на 20 тысяч, будет 20 тысяч? Да, 20... Абсолютно точно, да. Поэтому будет практика, и, так сказать, будем наблюдать, как будут развиваться события. Хорошая суть. Так, что у нас еще дальше? Сразу вот у нас... Да. Извините, а это у нас есть деньги, которые уже на пенсию? Нет, конечно. То есть, допустим, по... Ну, по негативной дозированию, да, у которых вы сейчас... Нет, это именно те, кто планирует выходить на пенсию. То есть это не касается лиц пенсионного возраста, независимо от того, какой пенсии... Да, потому что они получают пенсию, у них есть доходы. Вот, поэтому здесь это никак. Только предпенсионеры. Еще вот хотелось бы отметить сразу несколько изменений. Трудовой кодекс планируется, да, на регуляторе сейчас есть законопроект. Ну, в частности, что у нас появится новая категория трудящихся. С 2019 года на самозанятых и физических лиц, которые нанимают работников для личных целей, например, таких как нянь, помощники по хозяйству, репетиторы, не будет распространяться действия трудового кодекса. То есть соответствующие законопроекты есть. Минтрут опубликовал данный проект. Можно, собственно, с ним ознакомиться. Перейти, вот ссылочка тут есть. Также этот проект предусматривает упрощение оформления на работу отдельных категорий работников. Здесь сразу хотелось бы отметить несколько важных новшеств. Ну, во-первых, будет новая редакция 11 статьи Трудового кодекса. Вот в этой 11 статье как раз и будет говориться о том, что на самозанятых трудовое законодательство распространяться не будет. Будет новая редакция, поправки будут статью 22. Также будет новая редакция 57 статьи. Но в Трудовом договоре надо будет указывать МНН. Также еще одна инновация. Это, согласно новой редакции, это у нас статья 66. Работодатели физлица. Их могут обязать ввести трудовые книжки. Напомню, что сейчас они их не выбудут. Но, по крайней мере, вот такая инновация может быть. Сделать запись, да. Но пока нет еще, пока не торопитесь. То есть вот мы пока ждем, как, собственно, это все будет утверждено. И как это будет... А как на родине? Конечно. Конечно. А как это изменится? А если вы подняли без книжки, да? А давайте мы подождем данных изменений. Да, просто да. Пока это мы анонсируем, пока этого нет. Как только это будет, то есть тогда уже будем обсуждать, как ситуацию с дополнительным днем диспансеризации. То есть это к чему готовиться, да? К чему готовиться. Я сейчас расскажу про электронные книжки, что будет. Также новая глава. Это 48 глава. Это глава, которая посвящена индивидуальным предпринимателям. Что они в обязательном порядке должны будут заключать трудовой договор, платить все взносы, оформлять СНИЛС для вновь принятых. Так что достаточно много изменений у нас. Миграционное законодательство. Сейчас, собственно, что касается иностранных граждан, 16 января вступил в силу федеральный закон 216. В частности, он вносит поправку в статью 16. Да, федеральный закон 216, а поправка в статью 16 федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Это федеральный закон номер 115. И там у нас есть статья 16. Устанавливается новая обязанность работодателя. Что теперь, если работодатель приглашающая страна, он должен принимать меры и обеспечивать соблюдение приглашенными иностранцами порядка пребывания в Российской Федерации. Ну, например, в части соответствия заявленной цели, то есть иностранец заявляет цель прибытия, цель въезда и также со своевременного выезда за пределы Российской Федерации. Сейчас уже эта статья есть, она 16 января вступила в силу. Но, по крайней мере, каким образом это должны делать работодатели, пока не уточняется. То есть пока это не комментируют. Есть еще наказание предусмотрено. Уголовная ответственность на иностранных лиц, она самая большая. Основанием является Федеральный закон 215. Это у нас изменение в Кодексе об административных правонарушениях. Эта статья вступила в силу тоже с 16 января 2019 года. Штрафы до 500 тысяч на юридических лиц. Извините, а можно сказать, что это значит, что не принятие неба, почему-то деньги приглашают на меня на свободу, а пребывание, это что? Смотрите, да. То есть теперь приглашающая сторона, я напомню, что речь идет только о работодателях, которые выступают в роли приглашающей стороны. Как получить, точнее, работодатель должен направить ходатайство в миграционную службу, которая сейчас относится к МВД, и получить разрешение соответствующее. Гарантировать, да, гарантировать, то есть это вот именно про таких работодателей, не про всех, если мы принимаем по патенту, мы этого делать не обязаны. Речь идет о приглашающей стороне, если мы конкретно пригласили данного работника к нам в организацию, то цель его въезда должна соответствовать той деятельности, которую он будет у нас осуществлять. Также работодатели обязаны позаботиться о своевременном выезде этого гражданина. Но так как эти вопросы сейчас задают все, потому что никто не знает, каким образом работодатели, должны ли они ходить за ручку с этим приглашенным иностранцем, либо как они должны за ним следить. Поэтому в связи с этим есть проект. Проект постановления тоже сейчас на сайте, и в этом проекте, проект звучит так. О порядке применения приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином. Вот, собственно, что относится к этим мерам? К этим мерам относится, например, уведомительный характер иностранных граждан. То есть мы должны уведомить об ответственности, о том, что деятельность работника должна соответствовать заявленной цели. Мы должны уведомлять нашего иностранного работника, которого мы пригласили под подпись, что такого-то числа он должен покинуть территорию. То есть вот о каких мерах конкретно идет речь в данном проекте. Да, да, абсолютно точно. Если вы работаете с приглашенными, например, с инфицированными специалистами, то тогда есть смысл, во-первых, более подробно ознакомиться с 216-215 федеральным законом и вот зайти на сайт регулятора и ознакомиться вот как раз. Нет, конечно. Если вы никого не приглашаете, если вы никого не приглашаете... Да, просто обратите внимание, что до 500 тысяч, если ваш работник его где-нибудь выловит, к примеру, он своевременно не покинул территорию Российской Федерации и у него нет от вас уведомления, что вы обязали его это сделать, то в этом случае вам могут выписать штраф. Поэтому обратите на это внимание, чтобы ваши приглашенные иностранцы не шатались по территории Российской Федерации без пользы. Я хочу напомнить, в любом случае надо... Конечно, абсолютно точно. Чтобы уйти, да, чтобы не получить штраф, потому что планируют вот эту ответственность повесить именно на приглашающую сторону. Поэтому работать с иностранными гражданами станет сложнее. Еще очень важный вопрос, который бы я сегодня хотела затронуть, это электронные трудовые книжки. Так сказать, миф или реальность? Уже, собственно, это не миф, это реальность. Есть проект федерального закона о внесении изменений в трудовой кодекс в части формирования и введения сведений о трудовой деятельности. Здесь достаточно серьезные изменения. Перевод работников на электронные трудовые книжки начнется с 2020 года. Еще через 7 лет их использование станет обязательным. А бумажные книжки, можно сразу сказать, что уйдут в прошлое. Я хотела бы сразу отметить, что о какой виртуальной книжке идет речь. Это не именно виртуальная трудовая книжка, что работник пришел с флешкой, вот моя трудовая книжка. Это не об этом речь, да, как вы понимаете. Это система. Сейчас формируется электронная информационная система ПФР. Там будет у каждого, да, лицевой счет, номер, то есть у каждого работодателя. Он будет зарегистрирован в данной системе, и вся информация будет, естественно, поступать в эту систему. Сейчас работники в 2020 году могут до 1 января 2020 года подать заявление. И требуется письменное заявление о том, что они хотели бы, чтобы их трудовую книжку ввели на бумажном носителе. Если такого заявления нет, то работодатель уже не обязан будет ввести именно по этим работникам на бумажном носителе трудовую книжку. В этом случае мы отдаем эту трудовую книжку работнику, и все. С 2021 года ведем ее только в электронном виде. Право подать заявление пока у работников есть. Но, опять же, эти книжки будут только до 2027 года. Мы можем полный текст редакции 166 статьи посмотреть. Вот есть сайт регулятора. Сейчас это активно обсуждается. Законопроект. Информация о приеме на работу, перемещении, точнее, о переводах, увольнении будет фиксироваться не на бумаге, а вот в специальной электронной системе. Специальная отчетность. Да, естественно. Да, то есть как это будет выглядеть чисто технически, пока сказать точно, да, сложно, да. Но в любом случае это будет. Более того, работник при увольнении будет получать распечатку из этой системы надлежащим образом заверенную. Да, почему, а почему нет-то? Смотрите, здесь немножко другая система будет. Это будет некий ящик-сервер, да. Я думаю, чисто технически это реально обеспечить. Да, я думаю, что... Да, это упростит работу у нас кадровиков, согласитесь, да, потому что большая часть, конечно, головной боли, она связана именно с заполнением трудовых книжек. Более того, сейчас вообще Минтрут готовит законопроект о разрешении работодателя внести кадровый документооборот только в электронном виде. Но пока мы это не обсуждаем, потому что соответствующего законопроекта нет, но это планируется, да. А также и в подпись. Вот, электронные подписи будут у всех, да. То есть все мы потихонечку переходим на электронную систему, поэтому... Ну вот, в частности, объявлен так называемый переходный период времени много. Конкретизировать это могут еще 25 раз. Ну вот с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Уже все. Мы отдаем все трудовые книжки на бумажном носителе, то есть уже нет вариантов. До 2027 года, да, могут. Особенно те, кто планирует выход на пенсию до 2027 года. Да, они, конечно, могут написать заявление. Если работник уже с 1 января 2021 года поступает в организацию на работу, то в этом случае ввести будем в электронном виде, да. Вот, но, по крайней мере, пока в законопроекте есть вот этот переходный период, и пока это предусмотрено. Это проект еще... Да, вот, проект он висит пока, да, еще. Можно зайти на сайт. Но, да, мы заранее можем это как-то продумать. Мы, по крайней мере, знаем, к чему нам готовится, какие у меня груды. Форму заявления, ознакомиться, зайти... Я даже рекомендую это сделать, потому что я вот даже специально распечатывала эту статью. Она там есть. Поэтому просто, ну, посмотрите, это даже будет полезно сделать. Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности работников. Вот проект этой статьи там есть. Можем зайти и ознакомиться. Кадровая служба, работодатель. А есть ли какие-то ошибки? Вот, хороший вопрос. Пока это нет. Это, знаете, как информации нет. Я не могу пока точно вам сказать, как это будет выглядеть, потому что это только в проекте. Вот с иностранными гражданами вопросы возникли, сразу появился новый проект, как работодатели должны это делать. То же самое и здесь. То есть пока этот проект будет принят, сейчас он активно обсуждается. Можно ознакомиться, даже можно написать что-то, поставить лайки на этом сайте. Нравится вам этот закон или нет. Изучить его внимательно. Сейчас как раз идет активное обсуждение всего этого. А далее уже посмотреть, как это будет. Единственное, работник сможет, допустим, что вы должны будете делать. Это согласно вот новой редакции 66 статьи, точка 1. Если, чтобы трудовую книжку отправить работнику, мы должны заполучить его согласие о том, что он согласен. Сейчас мы просто выводим из базы сведения о сташе, заверяем должным образом и сразу направляем работнику. В течение трех дней. У нас есть три дня на это. А трудовая книжка – это в день увольнения мы обязаны были. Да, ему выдали трудовую книжку. Там вот это прописано. Ясно, сведения о награждении, они остаются за кадром. Что касается сведений об образовании, видимо, там будет предусмотрен специальный реестр, куда вносить сведения по новой книжке. Но пока это, опять же, в сыром виде. То есть пока это только планируется. Но вот переходные периоды предусмотрены. То есть что нужно сделать в течение 2020 года? То есть не 2019, а 2020 года. Какие мероприятия? Это подготовка и принятие изменений локальных нормативных актов, если они у нас есть. Но это, опять же, связано с введением трудовых книжек на бумажном носителе. Внесение изменений – это, опять же, только в течение 2020 года. Сейчас даже рано об этом говорить. Обеспечение технической готовности. То есть техника у нас должна позволять. Уведомление работников в письменной форме об изменениях, которые будут с 1 января. То есть работников нужно будет в 2020 году оповестить, что с 2027 года на бумажном носителе трудовая книжка вестись не будет. Так что, да, вот такая вот система. Есть также еще один проект. Это о внесении изменений в федеральный закон об индивидуальном персонифицированном учете. Ну, имеется в виду, что формироваться будет база. И какие сроки? То есть данный законопроект как раз эти сроки и определяет, когда подавать сведения. Не позднее 15-го числа каждого месяца уточняться данные будут. Данные касаются только приема увольнения. И вот эти данные должны быть внесены в данную базу. Ну, это вот согласно данному закону, проекту, пока еще проект. Не позднее рабочего дня следующего задума издания соответствующего приказа. То есть работники сегодня приняли. И у нас один день, чтобы внести данную информацию. И каждый месяц еще будем сверяться с базой пенсионного фонда. Ну, тоже можно зайти и ознакомиться с данным проектом. Что касается установления административной ответственности, как вы понимаете, есть также проект обнесения изменений в КОАП. Он тоже есть. Поэтому будет новая редакция. Это часть 8-я будет. И там же будет предусмотрена ответственность. Ну, как правило, это предупреждение. То есть пока о каких-то больших штрафах речи не идет. Хотела также еще сказать, это вот только что, да, только что. 17 февраля 2019 года ужесточили требования к работодателям по воинскому учету. Тоже ознакомьтесь, теперь работодатели. Если работодатели теперь обязаны следить за иностранцами, приглашенными, теперь еще работодатели должны выявлять уклонистов и своевременно в течение двух недель подавать информацию о тех, кто не стоит на учете, но должен стоять. Подождите, на тех, кто будет в компании, в воинскому учету, они это и так не делают? Нет. Мы приняли сотрудник. А он не стоит, у него нет ни трудовой книжки. Я уже подарил сведения работнику с компанией, у нас приступает на сотруднику, ну, ничего нет. У военного билета ничего нет. Мы уже как-то говорили. Но вот, по крайней мере, если сотрудник нам трудоустраивается, он нам должен предъявить, если он военно обязанный, один из трех документов, на основании чего мы будем вести по нему воинский учет. Если у него нет ни военного билета, ни о том, что он, так сказать, еще не служил, но должен служить, то есть это приписной, так называемый, если у него нет справки, то на основании чего мы будем вести по нему воинский учет. Нет, он уже подает данные вообще по компании, а сотрудникам. А хорошо, если вы подаете. Как правило, по тем лицам, по которым не ведется воинский учет, никаких сведений он никуда не подается. Да. Вот сейчас это требование есть, поэтому надо внести. И также я уже говорила, что это просто так не останется. Увеличивают штрафы. Есть уже законопроект, я думаю, что этим они не ограничатся. Сейчас планируется увеличить штраф до пяти тысяч. Напомню, он был от трехсот рублей до тысячи, если мне не изменяет память. Да, то есть совсем маленький. Сейчас увеличили до пяти, но нигде нет гарантии, что этот штраф не увеличат, не сделают еще больше. Ну, уж очень маленькие штрафы, поэтому... Также напомню, что теперь у нас штрафуют за отсутствие спецоценки. Переходный период закончился 1 января 2019 года. Тоже штрафы достаточно приличные. Тоже обратите на это внимание. Смотрите, если это не касается дистанционных работников, надомников. Всех остальных касается. Если ИП сам по себе работает один, он должен быть спецоценкой... Ну, если у вас вы арендуете помещение, вы где-то работаете, соответственно, да. То есть если не сделано... Там нет никаких исключений. Много споров возник. Дом работает, тогда он... Тогда не надо. Если дом работает, если он арендует где-то, да, помещение. Вот, не очень торжественная нота для окончания нашего семинара. Это штрафы, да? Вот. Но я, собственно, предлагаю закончить, если вопросов нет. Я сейчас посмотрю, какие вопросы у нас у слушателей.